МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дёшево не значит сердито. Более 20 тысяч штук, 40 стран-потребителей и два десятка конфликтов. За полвека Т-72 успел повоевать почти на всей территории земного шара. Смертоносная 125-мм пушка и толстая броня. Машина оказалась тем редким сплавом мощи и дешевизны, что так ищут военные. Это удачное сочетание позволило Т-72 стать одним из самых массовых танков в мире. На базе Т-72 создано рекордное число модификаций. Он оказался не подвластен не только снарядом, но и времени. В чём секрет, выяснял Сергей Николаев. Т-72 «Урал» – самый массовый основной боевой танк второго поколения. Принят на вооружение в вооружённых силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и производится «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле до сих пор. Эта машина принимала участие практически в любом боевом конфликте в современной истории. Один из последних – в Сирии. Военные с восхищением рассказывают о живучести машины. Танк очень хороший. И огневая мощь, и маневренность отличная. С помощью него можно успешно выполнять любые задачи. Однако уникальность модели в том, что Т-72 – превосходная платформа для модернизации. Их в истории машины было немало. На выставке «Армс Экспо» «Уралвагонзавод» представил последние разработки. Модернизированный Т-72 отлично подходит для городских условий. Спереди специальный отвал для баррикад, как у трактора. Защищён динамической бронёй. Эти блоки взрываются при попадании кумулятивных снарядов. По бокам – специальные решётчатые экраны от РПГ. Новая система наведения «Сосна-У». Система управления огнём с комплексом «Сосна-У». Это прицел, который имеет тепловизионный канал, оптический тепловизионный канал, канал управления ракетой и лазерный дальномер, обеспечивающий замер дальности до 7 километров. Пушка – 125 миллиметров для снарядов и управляемых ракет. На башне – защищённая капсула для командира и открытая зенитно-пулемётная установка. Кроме этого, машина способна ставить аэрозольные завесы от лазерного наведения и подавлять сигнал детонации фугаса. Подавляет радиосигналы, управляющие взрывными устройствами, в широком диапазоне. Однако танк может быть базой и для совершенно других машин. Один из примеров – бронемашина поддержки танков – терминатор на базе Т-90. Во время пуска ракет танки практически бессильны. Их и прикрывает БМПТ, в том числе уничтожает пехоту и автомобили противника. Терминатор-2 – это машина-новинка. Её особенность, что она создана уже на базе Т-72. За 30 лет поставок по всему миру количество этих танков во всём насчитывается десятки тысяч. Поэтому тут огромное поле для модернизации. Уже сейчас танк Т-72 – это не только оружие. В Нижнем Тагиле зимой периодически на улицах появляется огромная снегоуборочная техника на гусеницах. Ещё один вариант для модернизации – пожарная машина. Тоже на базе танка Т-72. Этот комплекс может возить 25 кубометров воды. Дальность труи тушения составляет 100 метров. Машиной можно управлять на расстоянии, не подвергая опасности экипаж. Она защищена от осколков и разрывающихся снарядов. Её достаточно эффективно можно использовать при тушении арсеналов ракетных боеприпасов. Выполнена она по требованию заказчика Министерства обороны Российской Федерации. Сейчас она завершает испытания. На Уралвагонзаводе на Т-72 возлагают большие надежды, так как этот танк сегодня соединяет в себе богатый опыт применения в различных условиях, а также новейшие военные и гражданские технологии. Юрий Костин, Сергей Николаев. Программа «Союзники». Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова